Опоссум небольших размеров удивительный зверек, известный своей хитростью. Размером эти зверьки невелики, от 7 до 50 сантиметров длинный. Хвост, как правило, у всех подвидов очень мощный и цепкий, которым они дополнительно держатся за ветки. Вес зверьков также очень различен. Например, вес взрослого чекойского грациозного опоссума не превышает 40 грамм. Когда более известные сородичи, обыкновенные виргинские опоссумы достигают 6 килограммов веса. Мех у этих видов достаточно длинный и густой. Окрас тела серый, лапки темные, практически черные. Мордочка вытянутая и имеет светлый, практически белый, окрас. Ареал обитания опоссумов очень широк и начинается в юго-восточной части Канады. Далее проходит практически через все восточные штаты, от Западной Виргинии до Алабамы. Также опоссумы достаточно широко распространены на южноамериканском континенте, в Аргентине, Перу, Бразилии, Уругвая и Боливии. Некоторые виды можно встретить на Карибских островах. Селиться эти зверьки предпочитают в лесах, степях и полупустынях. Известны виды, которые обитают на высоте до четвертых тысяч метров над уровнем моря. Опоссумы – всеядные звери. В их рацион попадают фрукты, например, дикий виноград или слива. Семена из лаки, например, кукуруза с полей. Совершенно спокойно могут съесть небольшого грызуна. Различные ящерицы, лягушки, улитки, слизни и черви также входят в разнообразный рацион питания. Небольшие птички также могут попасть на обед к опоссуму. Излюбленное лакомство – яйца птиц. Опоссум находит гнездо, цепляется своим мощным хвостом за ветку, которая растет выше, повисая вниз головой и крадет яйца из гнезда. Поскольку у большинства видов опоссумов природный иммунитет к некоторым видам змейных ядов, то в рацион питания попадают и змеи, в частности некоторые виды могут охотиться на гремучую змею. Также в населенных местах, опоссумы нередко добывают себе пропитание из мусорных баков. У опоссумов достаточно врагов в его естественной среде обитания. Для взрослых особей угрозу представляют лисы и рыси. Койоты также нередко охотятся на опоссумов. Крупные хищные птицы также представляют угрозу, в основном совы. Для детенышей большую угрозу представляют змеи. Беременность у опоссумов длится всего пару недель, а точнее до 13 дней. Поле чего на свет появляется до 25 и детенышей. Они совершенно слепые и беспомощные. С матерью выводок остается до трех месяцев. С двухмесячного возраста детеныши путешествуют на спине у матери, держась за шерсть. Считается, что опоссумы самые древние животные нашей планеты. И за долгие годы эволюции практически не изменились. У опоссумов очень необычный способ защиты от хищников. Когда зверь чувствует угрозу, он падает на бок замертво. При этом выделяя едкий и отвратительный запах, изо рта появляется пена, а глаза становятся стеклянными, зверек практически перестает дышать. Так опоссум лежит некоторое время, пока угроза не минует. Опоссумы могут ужиться под одной крышей с человеком. Некоторые люди держат их в качестве необычных домашних животных. Понравилось видео ставьте лайк, и подписывайтесь на наш канал.